Больше 8 миллионов человек ежегодно умирают из-за курения. И несмотря на то, что все вроде бы знают о вреде пагубного пристрастия и понимают, что рано или поздно могут столкнуться с серьезными последствиями для здоровья, бросают курить немногие. Часто желание есть, но не хватает силы воли. А между тем, даже заядлым курильщикам в нашем крае могут помочь. Где? Каким образом? И что обязательно нужно знать молодежи, прежде чем начать парить новомодные сигареты, в неделю отказа от табака нам расскажет медицинский психолог Алтайского краевого наркологического диспансера Елена Кочеткова. Елена, здравствуйте. Добрый день, Елена. Ну вот, прежде всего, вот первый вопрос к вам, как к психологу. Почему проблема курения из поколения в поколение не теряет своей актуальности? Что 40 лет назад, что 20 лет назад курильщиков было много и остается много, хотя все о вреде вроде бы и понимают и все знают. На самом деле, да, актуальной остается проблема никотиновой зависимости и сохраняется количество человек, которые к нам обращаются за тем, чтобы пролечиться от этого. И, знаете, как правило, многие пациенты, которые к нам обращаются, удивляются, можно сказать, тому, что, ну, эта пагубная привычка оказывает влияние не только на физическое здоровье, да, ну, то есть страдает сердце, мозг и так далее, легкие в первую очередь, как все думают, но и страдает психическая составляющая. То есть это непосредственно эмоционально-волевая сфера, интеллектуальная. И на самом деле это уровень тревожности высокий. Ну вот, как правило, мы обследуем пациентов, которые к нам обращаются, у них, как правило, высокий уровень тревожности, какие-то депрессивные состояния. Поэтому как бы все это в комплексе лечится, то есть врачом, психиатром, наркологом, медицинским психологом, психотерапевтом. То есть мы стараемся выявлять первопричины, от чего человек, с чего он начал курить, вот, чтобы разобраться и помочь. А вот число желающих избавиться от этой вредной привычки, оно растет? Ну, с каждым годом, да. Вот за прошлый год, 2022, к нам обратились больше двух тысяч человек для лечения никотиновой зависимости. Из них находятся в ремиссии больше тысячи человек. Вот это практически 64%. Поэтому мы считаем, что да, население все-таки стремится к тому, чтобы побороть эту привычку. А кто старается вот бросить курить? Вот если говорить о возрасте как-то, можно портрет человека выявить? Это уже люди более сознательного возраста или молодежь тоже есть? Ну, сложно сказать. Мне кажется, что и те, и другие обращаются, ну, люди по разным причинам. На самом деле, да, и молодежь, да, которая сейчас больше электронные сигареты начинает употреблять, да, потом уже понимает, что надо что-то с этим делать, и такие пациенты у нас есть. Ну, и если говорить о возрасте, это, наверное, в основном может быть где-то около 50 лет, да, когда уже человек вроде как в полном расцвете сил, но старается заботиться о своем здоровье. Ну, вот бросить курить, это действительно сложно. Зависит это вообще от стажа употребления? Ну, от стажа употребления сложно сказать, а вот от мотивации употребления – да. То есть на самом деле избавиться от этой привычки можно, и если у человека сформирована мотивация на ведение здорового образа жизни, да, то есть вот человек решил, и все. И тогда он, если к нам обращается, мы, конечно, ему оказываем помощь, и он обязательно излечится от этой привычки. Какую помощь оказывают специалисты краевого наркологического диспансера? Насколько она эффективна? Ну, в нашем наркологическом диспансере оказываются различные виды помощи, включая профилактическую работу, просветительскую, и, ну, и само лечение, конечно. Вот в прошлом году к нам обратились больше, охвачено, вернее, было больше 200 тысяч человек. Ну, это я имею в виду по Алтайскому краю, включая города такие, как Рубцовск, Биск, Заринск, и еще 60 медицинских учреждений, где сейчас открыты кабинеты оказания первичной помощи пациентам. То есть больные в тех городах могут обратиться, да, к врачу, к наркологу, который может оказать первичную помощь. 200 тысяч человек обратилось в эти кабинеты по краю? Вот на прошлый год, да, в пределах, то есть, вернее, просветительская работа, то есть, как сказать, консультативная просветительская работа была охвачена более 200 тысяч человек. Ну, в том числе, там, есть и те, кто самостоятельно, да, пришел и обратился. Да, конечно, ну, это все имеется в виду. А вот от чего зависит результат? Наверняка же не всегда и не сразу человеку, наверное, ну, большинству, мне так кажется, может, я не права, удается бросить сразу. Конечно. Есть такие пациенты, и их немало. И вот на первичной консультации я, например, пациентам даже своим говорю, что если вы с первого раза не смогли, это не значит, что надо перестать бороться с этим. То есть обязательно получится, если захотеть. То есть если мотивация сформирована, и мы пытаемся помочь, конечно, пациентам эту мотивацию сформировать на консультациях, чтобы обязательно избавиться от этой пагубной привычки. То есть первоочередной вот результат зависит от мотивации, да? Конечно, конечно. Если человек решил бросить. Но если человек не хочет бросить курить, ну, как мы его заставим? Ну, мы же понимаем, да? Вот. Если у человека сформирована мотивация, то, конечно, да. Хочется просто понять. Вот, допустим, курильщик с 30-летним стажем, да? И вот он решил, что он бросит. Но тяга там и так далее, да? То есть у него тоже шансы есть, я так понимаю. Главное – это желание. Конечно. У нас есть пациенты, которые с таким большим стажем обращались и 25 лет, и 35 лет. Один пациент говорит, который, я говорю, уже не помню, даже когда начал в таком раннем возрасте, да, бросает курить. И приводит потом своих уже там племянников, родственников. Друзей, родственников. Да. И мы его вот, один пациент у нас, который очень рад, очень доволен, что несмотря на огромный стаж, казалось бы, да, там почти 40 лет он курил, он бросил. И поэтому, да, конечно, не зависит от стажа, а зависит от мотивации. Ну, очевидно, что бросить, конечно, сложнее, чем не начинать. И вот вы уже выше сказали, что вы проводите такую большую профилактическую работу. Вот где она проводится и каким образом? Ну, на самом деле проводится огромная профилактическая работа. Она проводится и в образовательных учреждениях, да, с детьми и подростками. Это в виде видеолекций, разрешительных семинаров, освещения на ресурсах интернет. То есть встречаемся с организациями, сотрудничаем и с государственными, и с общественными организациями. Ну и, конечно, большой пласт работы профилактической – это, конечно, подростки. Вот о современных подростках говорят, что это парящие дети, подразумевая то, что они вот все сейчас повально увлечены вот модным явлением электронной сигареты, да. Что вы вот прежде всего как психолог, не медицинская составляющая, а больше такая психологическая интересует, можете сказать подросткам, которые вот, возможно, смотрят там программу или увидят ее, о том, почему не стоит начинать вот курить эти вейпы, электронные сигареты? Ну, вейпы, они, конечно, опасны. И, на мой взгляд, больше, чем сигареты, потому что они, вот, как вы сказали, новомудные. То есть подростки, да, собираются в группы, если ты модный, значит, ты с этим вейпом. На самом деле, и там же содержится большое количество различных вредных веществ, да, но я уже не буду углубляться в состав. Вот, и ароматические добавки, и почему-то существует мнение, что они не вредные. Ну, вроде как подымил, попарил, вроде ты модный в компании, и все. На самом деле, вещества такие же, оно также содержит никотин, который вызывает, ну, такую же зависимость очень сильную. Поэтому у нас есть, да, подростки, которые обращаются, ну, с родителями, естественно, да, которые употребляют. Я непосредственно выхожу в школу, сотрудничаю вот с образовательными учреждениями, рассказываю вот о вреде вейпов. И интересно, и очень приятно, что после таких лекций дети подходят, но уже в индивидуальном порядке интересуются более подробно, а как это, а как от этого избавиться. То есть они понимают, что это страшно, да, что это та же зависимость формируется. Ну, вот зависимость, психологическая зависимость, то есть можно сказать, что она сложнее больше, чем там у традиционных сигарет. Вот какие-то исследования на этот счет есть? Ну, на этот счет исследований нет, потому что должно пройти несколько там десятилетий, да. Вот если в научных статьях мы читаем о том, что, чтобы провести масштабное исследование о вреде, да, надо там 10-15 лет, чтобы прошло. Но так как состав очень вредный в этих сигаретах, и они также вызывают зависимость, да, как обычные сигареты, то есть они приравниваются. Видите, когда человек вообще употребляет, употребляет сигареты, то есть никотиновая зависимость у него сформирована, да, у него начинаются именно, как я уже сказала, эмоциональные волевые нарушения, то есть психика страдает, да, то есть человек, у него какие-то определенные ритуалы, то есть утром кофе, сигарета, вечером там спать ложится сигарета, да, и вот именно вот это очень сложно, это как сами пациенты потом рассказывают, очень сложно избавиться. И, допустим, когда в ситуации попадает, когда ты не можешь курить, тогда начинается, ну вот, какая-то тревога, депрессия и так далее. Но опять же по рассказам своих пациентов. То есть психика страдает в первую очередь. А методы работы, что с традиционными, скажем так, курильщиками, что с теми, кто вот употребляет вот такие современные средства, они одинаковые? Ну, на самом деле в каждом индивидуальном случае методы разные. То есть есть у нас стандартные методы лечения, да, когда вот, ну, принимает врач обязательно психиатр-нарколог, медицинский психолог, психотерапевт, а сами методы, они, конечно, для каждого человека индивидуальны. Ну, то есть это и понятно. Вот, потому что у каждого разные причины, все в разном возрасте, да, начали по разным причинам, поэтому здесь непосредственно работа, да, уже там, психолога, медицинского психотерапевта. То есть выясняем причины, стараемся, и, конечно, помогаем. Если у человека мотивация сформирована, тем более, если он сам приходит, то обязательно есть результат положительный, имею в виду. Елена, ну вот сейчас идет неделя отказа от курения, объявленная Минздравом, да, в завершение нашего разговора. Что бы вы сказали, возможно, и заядлым курильщикам, и молодежи, которая, ну, только-только вот попробовала, да, пристрастилась к этой вредной привычке, вот с какими словами вы бы обратились для того, чтобы вот мотивировать людей, или они сами нашли в себе какую-то, да, мотивацию и отказались от курения? Ну, курить, конечно, вредно. И начинать, конечно, не стоит. Надо постараться сформировать мотивацию, в ведении здорового образа жизни, обращаться к врачам, да, в наш диспансер, Алтайский краевой наркологический, который мы оказываем помощь и детям, подросткам, и взрослым, сколько бы лет там человек не употреблял никотин. И поэтому, ну, хотелось бы призвать, чтобы люди все-таки вели здоровый образ жизни, да, заботились о своем и психическом здоровье в том числе, ну, и при необходимости обращались в наш диспансер, у нас есть и телефон, и доверие. Все координаты у нас есть на нашем официальном сайте. Поэтому, если самому не получается справиться, пожалуйста, обращайтесь, окажем высокую квалифицированную помощь. Спасибо большое. А я напомню, что сегодня с Еленой Кочетковой, медицинским психологом Алтайского краевого наркологического диспансера, мы говорили о том, как это важно – отказаться от курения. Продолжение следует... Продолжение следует...